Это человек из того мира, где профессионально учит людей достигать. То есть спорт это про достижение. И вы знаете, я для себя вдруг выяснил один интересный момент. Что этот человек, который занимался спортом, профессионально спортом, вчера очень много людей, которые здесь получали самые-самые высокие награды, это из его команды. И его новый ключевой партнер, он тоже из мира спорта. Вы помните, кто вчера? Молодой человек, которому сколько лет? Который вышел, партнер года. Как его зовут? Семен, да, Семен. Семен, и он тоже из мира спорта. Я для себя удивился, что один человек из мира спорта фактически вырастил еще одного чемпиона в нашей компании и тоже из мира спорта. И Семен не было вчера, по-моему, об этом сказано, но вообще-то Семен чемпион мира. Чемпион мира, я не буду говорить, по какой спортивной дисциплине, пусть скажет куратор, я не буду все говорить. А я хочу пригласить его, верхнего куратора, человека, который достиг результатов в нашем бизнесе. И это Александр Кудынов! Дай я тебя чмокну, подожди. Спасибо. Всем большой привет, всем здравствуйте, куда нажимать? Вот сюда, да? Хорошо. Всем еще раз привет, всех рад приветствовать. И давайте поработаем 18 минут. Кстати, Семен, он чемпион мира по кикбоксингу, так что ко мне не подходите. И к нему тоже. Так, наверное, я сегодня хочу свое спич поставить на своей истории, расскажу, чем я занимался, как я пришел в компанию и почему у меня и у большого количества людей в этой компании есть финансовые результаты. Я в этот бизнес пришел за деньгами. Кто пришел в бизнес за деньгами? Когда я пришел в эту компанию, у меня было минус несколько миллионов, и меня это очень мотивировало делать действия. В первом месяце я провел порядка ста встреч, и многие удивляются, почему у меня есть там первая линия, почему у меня есть результат. Это только большое количество действий, которые я делал и продолжаю делать. Но у меня еще была жизнь до UDS. Вообще я мечтал всю жизнь играть в футбол. У меня был контракт, футбольный клуб Тюмень, у меня в моей трудовой есть запись, футболист, должность. И я мечтал играть сначала за «Спартак». Кто любит «Спартак» московский? Есть такие, да? А кто любит «Барселону»? Отлично. Я мечтал сначала играть за «Спартак». Там, в принципе, ребята хорошие деньги зарабатывают. Потом мечтал играть за «Барселону». И я думал, что это мой путь, и все мы знаем, как живут футболисты в плане финансов, да? И потом я планировал стать тренером, и меня это все очень воодушевляло, да? Ну, в определенный момент я получил травму, и моя карьера накрылась медным тазом. Ну, и я начал что делать? Бизнес. Если не знаешь, что делать, и не умеешь делать, нужно что делать? Бизнес. Я начал делать бизнес, но я могу сказать, что вот футбол мне дал две важных вещи. Первое. Это я научился мечтать. Потому что я смотрел, как живут футболисты, как они отдыхают, как путешествуют, какие у них машины, как живут их семьи, да? Именно этот образ жизни, который позволял им реализовывать свои цели и мечты. И второе. Я в футболе научился получать свои цели. То есть приходить, не достигать, мне это не нравится, да, слово, а получать свои цели, то есть свои какие-то результаты. И третье. В футболе я получил очень важный урок для себя, который мне сейчас помогает жить. Я сам из самой простой семьи, но когда я играл в футбол, я познакомился с одним молодым человеком, с которым мы играли в одной команде, мы были одного года. Я приезжал на автобусе, на тренировке или с папой, ВАЗ-2106, потом ВАЗ-2109, а он приезжал с водителем на 600-м Мерседесе. Черном таком, это как раз 90-е. И тогда я начал себе задавать вопрос, что делает его папа, а мой папа этого не делает. Что происходит, почему я приезжаю на автобусе, а он приезжает с водителем. И с того времени я постоянно задаю себе этот вопрос. Задавали себе вопрос, что отличает человека, который зарабатывает 100 тысяч, от человека, который зарабатывает 500, миллион, 2, 5, 10, а кто-то из 100 миллионов зарабатывает. Вы же знаете, что Месси в час зарабатывает 790 тысяч рублей. Хорошие деньги? Сколько получается в день? Почти 15 миллионов, то есть это в день. И это реально. И я начал глубоко копать, и я увидел несколько моментов, я часто об этом на сцене говорю. Понятно, что это мышление, да? Понятно, что это инструменты. Огромное количество инструментов сегодня есть для того, чтобы делать деньги. Так ведь? Хотелось бы чуть-чуть вашей обратной связи, будет очень хорошо. Спасибо. Но я понял, почему вот кто-то берет эти инструменты, а кто-то не берет. Я понял, кто-то в своей голове создает мышление, которое ему позволяет 10, 20, 30 миллионов в месяц делать, а кому-то это как бы не приходит, не получается. И я понял, почему. Вот слайд, красивые девочки. И я понял, что для многих, для многих недоступно это, ни инструменты, ни мышление просто нет зачем. То есть третье, нет зачем, для чего развивать свое мышление, и нет зачем, чтобы брать инструменты, которые позволяют делать. Что за слайд? Красивые девушки? Ребят, вам какие нравятся? Правые или левые? Обе. По-любому разделятся сейчас, да? Но смотрите, идея в чем. У каждой из этой девочки есть инструменты, так ведь? Спортзал есть? Есть же спортзал. У каждой. И каждая может ходить в спортзал, каждая делать. Обратите внимание, даже есть сегодня, вот, ну, повыше там, да, можно сделать, да? Тоже есть инструменты. Если ты хочешь, каждая девушка может это сделать. Но если нет, зачем, зачем это делать, да? И то же самое я понял в бизнесе. То же самое я понял, что в абсолютно любой сфере, допустим, кто знает английский и свободно на нем говорит? Я вообще вот сейчас думаю, куда поехать. Мы завтра вылетаем в Рим, потом через 4 дня возвращаемся в Тюмень, и я думаю, куда поехать один отдыхать. Хочу проветриться, подумать о себе, о дальнейшей жизни. И я вот думал в Европу поехать, в Барселону на матч, а потом думаю, блин, я английский не знаю, как я поеду один. И у меня страх. У меня просто нету вот этого, зачем, чтобы учить английский. А у кого есть, зачем учить английский, давно уже его знает и использует те инструменты, которые есть. И я вот общаясь с партнерами, общаясь каждый день на встречах с людьми, я увидел большое количество людей, которые не имеют зачем. Или их зачем очень маленькое. Наверняка вы с этим сталкивались. Я недавно проводил встречу с одним молодым человеком, и я начал спрашивать, а какие у тебя цели, о чем ты мечтаешь. Он говорит, я мечтаю купить Тойоту Камри. Хорошая машина? Я ему, знаете, задаю вопрос, а ты в детстве тоже о Камри мечтал? А где Ламборджини, где Феррари, где Роллс-Ройс? Ты об этом вообще думаешь? Представьте, он об этом даже не думает. Я говорю, а почему? Ну, говорит, жизнь прибила. И, соответственно, к этому человеку инструменты навряд ли придут. И я вижу большое количество людей, которые приходят ко мне в команду, и у них в жизни, может быть, уже все хорошо, но у них есть зачем двигаться дальше. Понимаете, что такое зачем? Всем понятно? Вы здесь со мной? Да. Отлично. И вот это зачем, оно у меня есть. Как вам фотография наших с Полиной детей? Мое зачем? И знаете, что я понял? Моя сейчас задача, моя задача делать их зачем большое. Чтобы у них были большие запросы и большие потребности. Чтобы меня это еще больше мотивировало. И чтобы в 18 лет мои дети вышли в жизнь с большим зачем. То есть, чтобы изобилие они уже сейчас почувствовали, в 18 лет они понимали, что абсолютно нормально отдыхать во Франции в отеле с видом на Эфелевую башню, где сутки стоят там 90 тысяч рублей. Это абсолютно нормально. Это может абсолютно любой человек. Что нормально снимать апартаменты в Москва-сити за 450 тысяч рублей в месяц. Это абсолютно нормально. Я недавно общался с человеком и начал задавать себе вопрос. Блин, а в моей-то голове это не укладывается? Представляете, вот мне не укладывается, как платить 450 тысяч в месяц за квартиру, съемную в Москва-сити. И мне как-то страшно. И последние два дня я над этим работаю. Что это нормально. А знаете, у меня есть большая цель, которая рано или поздно будет, это иметь свой футбольный клуб. И я думаю, блин, что я за лузер? Если я боюсь квартиры, которая стоит 450 тысяч рублей в месяц, снимать, как я получу свой футбольный клуб? Как я создам инфраструктуру, в которой будет тысяча молодых ребят приходить абсолютно бесплатно, получать образование, футбольное образование. Не только футбольное. Вот Галецкий, знаете такого? В Краснодаре что творит, да? Красавчик? Тоже так хочу. Блин. И я точно знаю, что я смогу это сделать. Почему? Он смог, я не смогу? Чем мы отличаемся? Вот рука, вот рука, вот нога, вот нога. И тут то же самое. И меня это возбуждает. Создать это. Да, понятно, это деньги, это бизнес, это может быть какое-то эго, может быть после себя что-то оставить. Но самое главное, это же еще дает людям, делает добро. Так ведь? А позавчера, знаете, о чем я подумал? А почему бы мне не стать совладельцем Барселоны? А почему не стать? Вот скажите, почему? А почему бы вот этот логотип UDS со временем не стал бы на Барселоне спонсором? Ну понятно. На уровне небольшой. А почему? А вы обратили внимание, цвета-то похожи. Видели? И я так думаю. Вот ребята выходили, поздравляли Вячеслава. Я думаю, а почему нет? Почему не быть совладельцем Барселоны? Я не знаю, как это. Я даже вообще не представляю. Но я точно знаю, если я хочу этого, это будет. Как это будет, я не знаю. Вселенная со мной, она это сделает. Смотрите, что происходит дальше. Вот дети, это мотивация. Но знаете, я еще понял, какую тему. Что для меня еще одна мотивация, это я. Удовлетворять свои хотелки. То есть у меня было просто в определенный момент жизни, что я как-то там начал. Вот там надо, там, там. А потом понял, а я-то когда буду кайфовать? А когда я буду получать те потребности, которые мне хочется? И это меня реально сильно мотивирует. Может быть, я эгоист, не знаю. Но сейчас дети и я, это вот главная мотивация для меня, чтобы расти дальше. Расти по чекам, расти в бизнесе, расти в каких-то других направлениях. И я постоянно работаю над этим зачем? Почему я работаю над этим зачем? Потому что я понимаю, что вот, допустим, у меня был даже период в этом бизнесе, когда у меня наступила стагнация. То есть у каждого предпринимателя есть такая сумма, которая его может убить, да? То есть может быть это 200 тысяч рублей. Я знаю многих предпринимателей, которые зарабатывают 300 тысяч рублей, и это их убило. Все, я в шоколаде, у меня все, жизнь удалась. Я вообще самый крутой среди своих друзей. Знаете таких? И все, они дальше не двигаются, они не ищут инструменты. Их зачем на этом закончилось? Хорошая квартира вроде бы там путешествует и так далее. Кого-то сумма может убить 500 тысяч, кого-то миллион, кого-то 5 миллионов. И я понял, что мне интересно постоянно работать над зачем. Это знаете, как уровень нормы, то есть его постоянно повышать. И самое главное, я понял, и моя миссия сейчас в бизнесе – повышать зачем моих партнеров. Потому что, обратите внимание, люди приходят с разным зачем. Но если я в команде создаю людей, которые мыслят другими категориями, и, соответственно, вот о чем Влад сегодня говорил, под другие цели приходят другие люди. Так ведь? Под другие цели приходят регионы, страны. Под другие цели приходят люди с командами. А кто бы хотел себе в команду человека, который в первый год сделает хотя бы 300 тысяч долларов в этом бизнесе? Кто бы хотел? Во внутренней, где двойные, да? Тройные. И я вообще открыт к этому. Где ты? Где ты, родной? И я понимаю, что это будет. Но если у меня даже запроса такого нет, я знаю, что вот Евгений Нагиев пришел в этот бизнес, да, и в первый год сделал почти 200. И он пришел к моему другу в команду. Это было просто запрос Михаила под это. Это не просто так произошло. И я точно знаю, что абсолютно каждый из вас имеет эту возможность. И абсолютно у каждого из вас есть в ваших списках, в списках ваших людей такие люди, которые хотят прийти и в первый год сделать единицу. Кто хочет в первый год сделать единицу? Один миллион долларов. Самое, что интересно, есть потенциал, есть продукт, который легко продается, который репотребляемый. Есть система вознаграждения, которая позволяет это делать. Вот у меня 4 минуты осталось, надо еще что-то говорить, да? Или можно раньше закончить? Можно раньше, да? Блин, я бы на шпагат сел, но я не умею. Я вообще самый деревянный, смотрите. Это все. Реально. Андрей, можно уроки взять у вас? Хорошо. И, наверное, напоследок я хочу, знаете, что сказать? Вот найти свое зачем, оно важно. Но я хочу, наверное, с вами вот эти вот последние минуты поговорить о том, что сейчас волшебное время. Вот эти вот несколько часов, это то время, когда выгодно принять решение. Принять решение до дня рождения вырасти кратно. Х10, Х20. То есть принять такое решение, чтобы на день рождения компании, вы и ваши люди выходили в больших квалификациях. Чтобы вы и ваши люди на день рождения приехали за несколько дней, допустим, до мероприятия и устроили какую-то движуху. Что-то интересное, что-то такое, что просто взорвет вам и вашему окружению, вашему инстаграму мозг. Поэтому у меня все очень просто. Мой спич заключался в том, чтобы найти свое зачем. Потому что цель, она дает энергию. Энергия у кого-то проявляется гейтом и так далее. А у кого-то проявляется просто в каждодневных простых действиях. Поэтому очень важный момент. Если вам понравилась тема и вам бы хотелось бы в нее окунуться чуть-чуть поглубже, вам сейчас нужно подписаться на мой инстаграм и написать мне в личку «Хочу видео». Я вам скину видео под закрытой ссылкой, в которой эта тема мной более подробно расписана. Где-то полтора часа видеоконтента. Поэтому вам большое спасибо. Подписывайтесь, пишите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok